Снова я. Сейчас я попробую озвучить концепцию нашего нового проекта. Еще многие вещи пока на этапе изучения. Сам проект в ближайшее время будет запущен в пресейл, ICO. И на разработку мы планируем потратить не менее двух лет, потому что эта технология требует очень сильно детального математической проработки и много-много разных задач. Итак, межблокчейнное общение. Представим себе Землю. У нас есть материки, у нас есть острова, у нас есть полуострова. Но все они между собой связаны океанами и морями. То есть изначально, если рассматривать воду как средство передачи какой-то информации, то в таком простом примере, если мы сравним наши материки, острова и так далее, как какие-то раздельные блокчейны, то при помощи воды мы можем организовать между ними связь. И поэтому одно из решений, это Polkadot, это единый дом для разнообразных систем и чейнов. Я буду говорить сейчас очень много раз слово чейн, причем в различных интерпретациях. Постараюсь не запутаться сам, постараюсь запутать вас. Итак, это новая блокчейн-технология. Это гетерогенный мультичейн. То есть здесь у нас получается общая взаимосвязь между какими-то блокчейнами. Везде у нас находится какое-то свое решение для достижения консенсуса. Каждый из блокчейнов ставит перед собой какие-то задачи. Скажем, если биткоин, это в основном рассматривается как средство хранения и передачи цифровых ценностей. То тот же, допустим, эфириум позволяет у нас выполнять какие-то контракты. Хотя, в принципе, контракты теоретически есть и в самом биткоине. Самый простой и логичный контракт – это мультиподпись биткоин. Что мы можем сделать? Мы можем передавать какие-то цифровые ценности, какие-то токены между различными блокчейнами. Причем, опять же, каждый чейн работает, скажем так, со своей скоростью. Если в биткоине время подтверждения транзакции у нас точно никогда не бывает, минута в редких случаях иногда доходит до часа. В эфириуме мы ориентируемся в среднем на 15 секунд. То Polkadot будет одним из тех решений, который будет стирать эту границу при передаче данных между сетями. То есть мы не будем оглядываться на время. Мы будем наверняка уверены, что тот обмен транзакциями, который произошел, будет выполнен наверняка. Опять же, будет гарантирована безопасность передачи средств. И для того, чтобы всем этим обмениваться, существует парачейн. Далее я более детально расскажу, что у нас в этом большом океане, в этой мутной воде и какие рыбы там водятся. Итак, нынешние проблемы. В первую очередь, это проблемы масштабируемости. Ограниченный функционал. Скажем, я уже привел биткоин в качестве примера. Большие какие-то полезные смарт-контракты мы не сможем там построить. Ультраконсервативное руководство. Всем известно последние движения в сторону сегвита в сети биткоина. Команда Core говорит одно, кто-то говорит другое. Чтобы внести какие-то изменения, надо добиться какого-то консенсуса. Это растягивается во времени и получить какие-то новые плюшки, новые какие-то изменения в блокчейне порой очень сложно. Это децентрализованная система, но получается, управляется она каким-то централизованным руководством, без одобрения которого мы не можем получить изменения. Ну, и опять же, проблемы с интеграцией. Назовите мне 10-15 сервисов, которые работают непосредственно с биткоином, которые используют его. По-моему, даже не получится в общей сложности столько. Далее, что мы можем получить и какие области мы можем использовать для цифрового консенсуса. Возможностей применения много. Хоть и говорят, что блокчейн можно использовать везде, это не так. Некоторые задачи, конечно, остаются централизованными. Опять же, проблема открытого и закрытого блокчейна. Вот эти минимальные задачи, которые можно решить, используя децентрализованные технологии блокчейн. С этими задачами можно справиться, но надо искать каждый раз под каждую задачу какое-то свое оптимальное решение. Итак, общая концепция такая. У нас есть Relay Chain. Это, скажем так, центр. Он координирует консенсус, обработку транзакций между блокчейнами. Парачейн. Это отдельные сущности, которые обмениваются непосредственно с различными блокчейнами и собирают в себе эти транзакции. Соответственно, также передают их уже остальным рыбам. Мосты. Это ссылка на блокчейн, которые имеют свой конкретный консенсус. Допустим, это может быть Ethereum, это может быть Ethereum Classic, ну или схожие. В наших задачах создание парачейна, в принципе, не особо затратно. Обеспечение связи. Здесь вот очень сложная задача, которую предстоит решить. И мы попробуем ее все-таки реализовать. Итак, первая рыба – валидаторы. Они обеспечивают работу и безопасность нашего релея-чейна, то есть нашего центра. Проверяют доказательства, которые поступают к ним и валидируют их. Одна рыба. Вторая рыба. Номинаторы закрепляют все вот эти состояния, которые были им переданы от предыдущей рыбы. И принимают. В основе нашего полька ДОТа будет использоваться, ну скажем так, токен ДОТ. То есть это будет и расчетная единица, и средство передачи информации. И едем дальше. Сортировщики. Они у нас уже непосредственно занимаются обработкой всех транзакций, которые у нас поступают с различных чейнов. И фильтруют то, что уже будет передано дальше по нашей сети. Ну и рыбаки. Рыбаки – это окончательная реализация того, что все, что будет выполняться в полька ДОТ, будет гарантированно исполнено правильно, гарантированно надежно, гарантированно безопасно. И они, соответственно, наказывают нарушителей, выявляют неправильные транзакции и наказывают их. Когда я представляю эту схему людям, кто первый раз увидит, у меня обычно спрашивают, что у вас курят. Теперь, зная, кто за что у нас примерно отвечает, можно уже приблизиться к пониманию этой схемы. И вот такая вот концепция, которая будет реализована. Это вот основная структура взаимодействия и построения будущей цепи. Итак, что же все-таки такое полка ДОТ? Это в первую очередь фреймворк, это сеть консенсуса, это архитектура, которая у нас охватывает все возможные блокчейны, которые будут изъявить желание подключиться к нашей сети. Как говорится, и далее, далее, далее. То есть, в основном, это рабочий механизм, который будет обеспечивать передачу ценности. Скажем, возьмем проекты Сергея. Мы знаем, дрон-работник, мы знаем, полетел дрон по каким-то координатам, записал видео, вернулся обратно. Что если заказчик, допустим, не хочет раскрывать себя и хочет оплатить вообще другой монетой? Либо кто-то хочет проконтролировать, где сейчас находится этот дрон, но используя другую сеть. Здесь можно непосредственно обеспечить взаимодействие, что оплату работника дрона можно напрямую построить биткоину. Либо какой-то другой криптовалюты, которая у нас подключена к полка ДОТ. Причем, это может быть и закрытая сеть, возможностей применения здесь у нас много. Единственное, что мы всегда в чем можем быть уверены, что все это у нас математически доказано, все это будет обязательно исполнено, и все это будет гарантированно, исполнено правильно. Это возвращаясь к словам, которые до этого говорил Николай. Итак, просто для тех, кто разбирается немножко в математике, визуализирую демонстрацию консенсуса, которая у нас будет проходить. Итак, представим, что ABCD – это у нас какие-то разделенные блокчейны. Первоначально состояние у каждого разное. Мы начинаем передавать какое-то значение, пусть, допустим, это будет, ну, один биткоин мы передаем, допустим, из одной сети, и нам надо, чтобы все сети, которые подключены, гарантированно подтвердили, и смотрим движение дальше просто. Пошло движение, пошли цифры. Мы видим, как постепенно заполняется пересечение в разных цепочках, причем, как я говорил, это может быть растянуться во времени, но в итоге мы все равно получим то, что каждый из чейнов и каждое состояние будет одинаково во всем. То есть здесь у нас будет достигнут полный консенсус. Ну, собственно, кто над этим работает? Это идея доктора Говена Уда. Ресурсы, какие доступны, это Polkadot.io, Polkadot.network. Все это делается совместно с Web3 Foundation. И ждем вас в нашем канале Riot. Если кто не использует, посмотрите просто в интернете и подключайтесь. Это клиент, который изначально ориентирован на end-to-end шифрование, ну и с богатым функционалом. Slack, email. Как мог. Спасибо. Я помню, когда появилась бумага Polkadot, это было примерно так. Все ее прочитали, и все боялись, что кто-нибудь спросит, а ты читал Polkadot? Потому что понять, что там происходит, практически было невозможно. Ребят, пока подготовьте Яковлева презентацию, пожалуйста. Уже приготовили, супер. Я честно скажу, что понять Polkadot, скорее всего, никто не поймет из обычных пользователей никогда. Либо это будет, ну, я не знаю, тектонический сдвиг в сторону. Потому что, в действительности, здесь появляются роли. И я пока сам не могу до конца для себя ощутить, насколько я их понимаю. Потому что разговоры вокруг Polkadot, в действительности, грузится, что, что, валидаторы, регуляторы, рыбаки. Ну, и начинается. Поэтому, это пока очень много теоретической работы. Мы ждем от команды Parity продвижения. Я лично очень смотрю за проектом Polkadot, потому что, ну, среди всех проектов, которые заявляют о межблокчейновом общении, здесь есть наука, здесь есть научные методы, и здесь есть сильная команда. Поэтому я тоже вам советую смотреть за этим проектом. Так, спасибо. Так. Так, спасибо. А. Продолжение следует...